Здравствуйте! На национальном телевидении Чуваши программа «Правительственная связь». У нас в гостях сегодня министр здравоохранения и социальной политики Алла Владимировна Самойлова. Алла Владимировна, здравствуйте! Недавно на заседании правительства обсуждался вопрос о росте цен на платные услуги, в частности медицинские. И говорилось, что инфляцию в 5% обеспечили платные медицинские услуги. Почему они выросли, в частности, в сфере здравоохранения? Почему вот так заметно они выросли? Ну, если оценивать вообще платные услуги в здравоохранении, то нужно, наверное, говорить о доле платных медицинских услуг в структуре всех медицинских услуг бюджетного сектора или, скажем так, бесплатного сектора предоставления медицинских услуг и сравнивать, может быть, количество этих услуг, которые предоставляются в государственных учреждениях и в негосударственных, то есть в частных медицинских организациях. Так вот, если мы будем оценивать долю платных услуг в структуре всех услуг в бюджетном здравоохранении, так это всего лишь где-то 5%, не более 5%, 4,5-5%. Причем эта цифра держится последние 5 лет примерно на одном уровне. Да, какая-то доля сегодня платных услуг оказывается в частном секторе. Так вот, если мы сравним в абсолютном выражении количество финансовых средств, получаемых в бюджетных учреждениях и в частных, так эта цифра равняется 1 к 5. То есть количество частных медицинских организаций оказывает этих услуг в 5 раз больше, чем в государственном секторе. То есть, наверное, это правильно. То есть мы все-таки сегодня гарантируем бесплатное здравоохранение. А если говорить уже об отдельных услугах, то в течение последних, опять-таки, 5 лет цены на услуги в здравоохранении в государственном секторе у нас практически не повышались. То есть это было такое государственное, скажем так, регулирование цен. И на сегодняшний день они и остаются одни из самых низких в Приволжском федеральном округе. Ну, если для сравнения взять цена на медицинский массаж, та цена, которая мониторировалась, 90 рублей в Чувашской республике, 240-220 рублей, это республика Башкортостан. Понятно, что это в разы. Но если у нас вот эта услуга на медицинский массаж была 60 рублей, стала 90, рост на 30 рублей, в абсолютном выражении это вроде бы немного. А в относительных цифрах это 50%. Поэтому это вот уже чисто экономические цифры, на сколько процентов это возросло. Физиотерапевтическая процедура тоже берется. Средняя цена вот на мониторируемую физиотерапевтическую процедуру. То же самое. Там цена вопроса была 40 рублей, стала 60 рублей. То есть получается, да, вроде бы рост на 20 рублей тоже довольно-таки в абсолютном выражении, да, небольшой рост. А в относительном получается тоже там на разные услуги от 30 до 50%. Тоже. А если сравнить эту услугу с другими регионами, то мы выглядим в три раза меньше, чем, в общем-то... Достаточно благополучно. Достаточно благополучно. Да, большую долю на сегодняшний день составляют платные услуги в стоматологии. Ну, количество стоматологических клиник мы видим. Количество стоматологических услуг, причем очень широкого плана, на самом деле предоставляется. Большая доля услуг в стоматологии – это так называемые услуги косметологического плана. То есть это исправление прикуса, исправление цвета зубов. То есть это красивые зубы, красивая улыбка. То есть это не то, что подразумевается лечение кариеса, как это было раньше в чистом виде. Это и сегодня бесплатно. А вот эти косметологические услуги, они, конечно, занимают львиную долю платных медицинских услуг в стоматологии. А вот какая доля платных услуг в структуре всех медицинских услуг? Если мы возьмем структуру платных медицинских услуг, то как раз стоматология занимает порядка 60%. Небольшую долю, где-то около 10% составляют лабораторные методы исследования, где-то около 10% – это функциональные методы исследования. То есть это вот УЗИ, различные виды ультразвуковых исследований. Незначительную долю составляют так называемые сервисные услуги, то есть это вот предоставление платных медицинских полаг. Но это в чистом виде сервис. Ну вот, наверное, вот примерно так выглядит. Косметология. Косметология – небольшой процент, опять-таки в общем объеме. Косметология, она только медицинская косметология расценивается в платных медицинских услугах. Остальное – это все-таки вот именно косметология, не медицинская. То есть те же самые, как я понимаю, медицинские услуги можно получить и в частном медицинском платно, и в государственном бесплатно. Совершенно верно. То есть, конечно, мы же понимаем, что есть консультация терапевта, которую мы получаем совершенно спокойно у участкового терапевта, но при этом есть ряд частных клиник, которые сегодня предоставляют консультацию терапевта в частных услугах. То есть там можно за это дело заплатить. Мы понимаем с вами прекрасно, что мы проходим медосмотр или вот диспансеризация, сейчас всеобщая диспансеризация, на бесплатной основе в государственных клиниках и, в принципе, тот же медицинский осмотр. И сдать срочно медицинские анализы, какие-то медицинские анализы, если вы хотите сделать это отдельно, вот не в государственной клинике, вы можете то же самое получить и в любой частной медицинской организации. То есть, пожалуйста, это возможно. Поэтому здесь выбор пациента. А есть какая-то статистика, вот какие самые востребованные платные медицинские услуги? Ну, вот если брать по структуре, получается вроде бы стоматологические, да? Понятно, пациент по выбору, если вот пациент будет оценивать платные медицинские услуги, наверное, у нас выбирают что? У нас выбирают лабораторные анализы, как правило, у нас выбирают функциональные методы диагностики. То есть это, как правило, ультразвук, потому что, ну, понятно, очень хорошая, очень важная процедура, но порой пациент у нас говорит, вот хочу пройти ультразвук. То есть вот иногда даже без назначения врача. То есть вот считается, что... По поводу ультразвука. У меня мама стояла в очереди месяц для направления на УЗИ. И потом еще месяц ждала. Это бесплатно. Если бы платно, она бы тот же день, наверное, прошла. Здесь я хочу сказать, конечно, да, есть... Не буду говорить, что все у нас идеально, все у нас, в общем-то, хорошо. Да, конечно, очереди есть. То есть есть листы ожидания. Но мы говорим о том, что все-таки в листах ожидания должны находиться пациенты, которым эта услуга не нужна срочно. Если эта услуга нужна срочно, конечно, это должен оценивать врач. Если есть какие-то недопонимания и есть жалобы у пациента, и его не направляют, но всегда есть вертикаль контроля. То есть всегда над любым врачом есть заведующий отделением, есть заместитель главного врача по лечебной части, в конце концов, есть главный врач, есть структура Министерства здравоохранения, то есть не надо стесняться, есть прямая линия, всегда можно поднять трубку и задать этот вопрос, почему я не могу попасть вот в то или иное лечебное заведение, пройти там ультразвук, если это нужно, если это нужно, если это, в общем-то, необходимо. Владимир, а можно говорить, что диспансеризация – это некая альтернатива платным медицинским услугам? Не совсем. То есть диспансеризация – это все-таки не альтернатива. Мы говорим о том, что это доступное и всеобщее прохождение, ну можно сказать, всеобщего медицинского осмотра для выявления на ранней стадии заболевания и выявления факторов риска. И если на сегодняшний день 100% детей до 18 лет каждый год проходят диспансеризацию, то есть вот этот медосмотр, и с 21 года, то есть после 18, через 3 года, то есть 21, и каждые 3 года каждый третий, получается, житель, вот если мы возьмем все население республики, пройдет эту диспансеризацию. То есть фактически на следующий год, опять-таки это будут другие лица, то мы предполагаем, что за 3 года все жители республики 100% пройдут эту диспансеризацию. То есть мы должны за 3 года просмотреть все население в 100% случаев и выявить те или иные факторы риска, факторы заболевания. То есть это никоим образом не альтернатива платному здравоохранению. Нет, наоборот, это основа бесплатного здравоохранения. Мы наоборот ратуем за то, чтобы все пришли и прошли эту диспансеризацию. То есть это добровольно? Конечно. Безусловно, добровольно. А если не пойдут люди, говорят, а мне не надо? Зачем? Там в очереди, я в очереди. А вот здесь вот хотелось бы поговорить тогда об ответственности, потому что когда мы безответственно относимся к своему здоровью, не проходим диспансеризацию, не проходим медосмотры, а потом, когда приходит болезнь, и нам нужно принимать какие-то методы для лечения этой болезни, то мы уже начинаем предъявлять претензии к здравоохранению. Меня плохо лечат, мне не проводят те или иные виды исследования, поэтому как раз диспансеризация-то сегодня бесплатна, доступна, и там-то нет никаких очередей. Ну, иногда бывает. Ну, небольшая живая очередь, наверное, бывает везде, даже в косу за билетом. А, Владимировна, а вот диспансеризация у нас идет уже который год в республике? В этом году первый год. Первый год. Вот такая всеобщая диспансеризация первый год. Последние года в рамках национального проекта здоровья была диспансеризация разных групп населения. То есть были дети 14-15 лет, были дети там вот первого года жизни, было работающее население, было потом неработающее, были декретированные группы, то есть это вот педагоги были, были бюджетники. Сейчас независимо от того, где вы, что вы, то есть вы можете дома сидеть и быть домохозяйкой, и если вы подпадаете вот под этот год рождения, то вы приходите по участковому принципу и проходите эту диспансеризацию. Вот 10 месяцев практически завершились с 2013 года. Есть какие-то итоги первые? Ну, конечно, они есть. То есть нам отрадно отмечать, что практически 70% населения от потребного плана сегодня прошли диспансеризацию. То есть это, ну, мы считаем, хороший показатель. Если говорить о основных цифрах, о состоянии здоровья, то порядка 30% это здоровые люди, так называемая первая группа здоровья, то есть у них нет факторов риска. А вот все остальные, то есть порядка 70% имеют различное количество факторов риска развития тех или иных заболеваний. И где-то порядка 20%, то есть вот 70% имеют фактор риска, и в этом числе мы уже говорим, как бы, порядка 20% это те лица, которые имеют уже хронически серьезные заболевания, которым необходимо целенаправленное лечение, дополнительное, может быть, обследование. То есть если просто даже в абсолютных цифрах мы скажем, то есть вот в абсолютных цифрах прошло обследование порядка 170 тысяч жителей Чувашской республики. Из них порядка 300 человек – это впервые выявлены онкологические заболевания. То есть то, чего мы, как правило, боимся всегда очень сильно. То есть это самое страшное. 300 – много это или мало. Но это выявлено заболевание на ранних стадиях, то есть это ранние стадии заболеваний рака молочной железы, рак желудка, рак легких, рак прямой кишки. То есть это разные локализации. То есть 300 человек, которые пройдут лечение на ранней стадии и, в принципе, останутся живы в ближайшие годы. Порядка 50 человек – это вновь выявленный сахарный диабет. То есть это вот те заболевания, которые не беспокоят человека в обычной жизни, и он считает, что он совершенно здоров. То есть вот это важно. И что самое главное – молодежь идет, в общем-то, молодежь, которую мы выявляем вот у молодых. То есть мы говорим трудоспособное население, то есть вот работающее население. У вас как медика, не как министра, а вот как медика, эти цифры настораживают, пугают, или вы, в принципе, более-менее так спокойно к этим цифрам относитесь? Ну, хотелось бы, чтобы, конечно, цифра первой группы здоровья была чуть побольше. К сожалению, выявляется очень много, это порядка вот из тех, у кого выявлены факторы риска, это порядка 60% избыточный вес, порядка 70% – это риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, то есть это все-таки наличие гиподинамии, избыточного веса, малоподвижного образа жизни. То есть это говорит о том, что многие заболевания мы можем профилактировать просто даже без медицинских каких-то вмешательств врачей, просто изменив отношение к питанию, изменив отношение к образу жизни, то есть заняться чуть-чуть физической нагрузкой, чуть-чуть, мы уже не говорим много, нужно просто немножко изменить свой образ жизни, потому что заняться немножко физической нагрузкой, немножко прогуляться, немножко, может быть, пробежаться, изменить подход к своему питанию. И тогда, наверное, многое может измениться. То есть вот эти небольшие изменения могут много изменить в здоровье нашего человека. Вот мы получим эти данные по здоровью жителей Чувашии. Будут какие-то цифры здоровые, впервые выявленные заболевания. Каковы будут дальнейшие шаги? Что мы будем делать дальше? – Опять-таки, здесь два направления. Первое направление в чистом виде медицинское. То есть нам необходимо дообследовать тех, у кого выявлены факторы риска, заболевания. Понятно, мы должны их поставить на диспансерный учет, провести углубленное, может быть, дообследование, лечение и сделать так, чтобы он был относительно здоровым. Второе большое направление – это, конечно, пропаганда. Пропаганда здорового образа жизни, объяснение вот этих вот факторов риска и разговоры с населением о том, что здоровье свое все-таки нужно сохранять. И хотелось бы, чтобы вот итоги диспансеризации как-то немножко изменили наш подход к жизни. – Людей как-то расшевелить, немножко заняться спортом. – Ну, хотелось бы. – Собой. – Хотелось бы. И хотелось бы поговорить, конечно, о какой-то ответственности. То есть, когда мы курим и говорим, что курил, курю и буду курить, а потом, когда наступает какое-то серьезное заболевание, ну, тут уже претензии почему-то к врачам. – Угу. – Ну, вот. – Спасибо большое, Алла Владимировна, за беседу. Надеюсь, что платные услуги не будут так сильно влиять на бюджет жителей Чувашии. – Ну, хотелось бы, чтобы, конечно, не влияли они на бюджет населения, потому что мы считаем, что платные услуги – это все-таки, ну, некая сервисная услуга, а никоим образом не заменяющая услуга, не альтернатива бесплатному здравоохранению. – То есть, те же самые услуги можно получить в государственных бесплатных учреждениях? – Совершенно верно, совершенно верно. Да, может быть, иногда нужно постоять в очереди, да, может быть, иногда это бывает, да. Ну, здесь есть разные, опять-таки, причины, почему это. Это, наверное, тема уже отдельного разговора, но… – Спасибо большое за беседу. Напомню, что сегодня у нас была правительственная связь с Министерством здравоохранения, с министром Аллой Владимировной Самойловой. Мы говорили о платных и бесплатных медицинских услугах. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА